Киевскую мэрию митингующие покидать не намерены. Каковы их намерения и намерения тех, кого они ожидают, знает Алена Центила. О том, что сегодня истекает пятидневный срок, который исполнительная служба дала митингующим, чтобы освободить здание Киевской администрации, ничего не напоминало. Тут, как и раньше, кто отдыхает, кто выбирает себе теплую одежду. Ну не кусать же мои будни, а просто стоять тут, и все. Госисполнители за целый день здесь так и не появились, но обитатели гор администрации готовились. У входа разбили еще одну огромную палатку и стали заливать водой дорогу. Коток просто покататься, может хлопцы до нас приедаются, також с нами покатаются. Прокатиться на метро сегодня снова оказалось проблемой. Там опять искали взрывчатку в третий раз за последние сутки. Станции Крещатики и Майданной залежности были закрыты три часа. Саперы ничего не нашли, метрополитен работает в обычном режиме. Правительственный квартал в оцеплении. Правда, в кольцо его взяли не митингующие, а милиция. Каждый переулок, который ведет госструктура, заблокирован. Пожалуйста, зрение пропускал, покажите, пожалуйста. Надо умудриться пройти, еще и поработать. Мы этого не ожидали, конечно, что здесь будет такое препятствие, но ничего, прошли. К обмину не пускают даже журналистов. Не пропущены, без варианта. Людей пропускают тех, которые пройдут, потому что дальше там все равно не проводят. Евгений с женой шел в магазин на улице Грушевского. Не пустили. Нам не нужно ни кабинет министров, ни чего пикетовать не собираемся. Мы мир у мир, пись у пись. А мы не можем зайти, потому что нас не пускают. А вот перед некоторыми авто милиционеры расступались. Почему? Не говорят. Зато говорят в Доме профсоюзов, штабе митингующих. Решение Печерского райсуда немедленно освободить помещение будут игнорировать. Они уверяют, тут митингующие законно. Есть договор аренды с Федерацией профсоюзов до 25 декабря.